На кадрах восхождение группы харьковских альпинистов на Монблан в 2017 году. Руководитель экспедиции Александр Заколодний, вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины, чемпион мира и Украины. Саша был полностью отдан альпинизму, как бы намного больше, чем я. Он жил этим, он полностью себя отдавал. Постоянно при первой же возможности ехал в горы, организовал поездки, ходил много-много сложных маршрутов, много первопроходов. Вместе с Сашей мы выигрывали дважды чемпионат мира по альпинизму, скальный класс. Ну и помимо этого Саша ходил еще в высокие горы, это восьмитысячники. Александр Заколодний с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину ушел на фронт добровольцем. Сначала защищал родную Харьковскую область, затем был переведен на Донецкое направление. 25 января 2023 года погиб под Солидаром. Дочь Маргарита говорит, в смерть отца не могла поверить. Позвонил командир, конечно, я вообще никто не поверила сначала в это. Я думаю, ну просто не может такого быть. Он же у нас самый боевой, самый умный, самый смелый. Он же впереди везде за всех, всех прикроет, всем команды раздаст. То есть мне было как-то спокойно, я не могла в это поверить. После смерти отца Маргарита, мастер спорта по скалолазанию, взяла паузу в подготовке к международным соревнованиям. Говорит, после вторжения России, когда десятки украинских спортсменов отдают жизни за защиту своей страны, участие в Олимпиаде российских и белорусских спортсменов немыслимо. Категорически я против. То есть эта новость, наверное, меня исподвигла на то, чтобы я это интервью дала. То есть пока я еще думала, но это меня очень-очень сильно возмутило на фоне тех эмоций, которые у меня были. Ну я решила, что мы должны с этим бороться, мы должны что-то сделать. Ну чтобы хотя бы Саша, мы знали, что он просто погиб не напрасно. Он мог бы еще очень-очень много всего сделать. Заявление МОК 25 января о том, что российские и белорусские спортсмены после азиатской квалификации смогут принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, вызвало волну возмущения. Первым отреагировал Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение России участвовать в Олимпийских играх 2024 года будет равносильно демонстрации того, что террор в какой-то степени приемлем. И обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием не допустить спортсменов к соревнованиям. Готовясь к Парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма. Даже нейтральные флаги страны-агрессора на спортивных соревнованиях не смогут сгладить того факта, что Россия воюет против Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Прошлого года россияне убили 231 украинского спортсмена и тренера, 15-рых ранили, 28 задержали, а четверо пропали без вести. Эта геноцидная война ведется по приказу Путина, но исполняется обычными россиянами. Международный олимпийский комитет должен прекратить попытки скрыть преступления России белыми флагами. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в Твиттер. Заявление о МОК возмутили и олимпийских чемпионов. Золотой медалист зимних олимпийских игр в Пекине 2018 года по фристайлу Александр Абраменко написал в Фейсбуке о том, что на фоне геноцида украинского народа российским спортсменам не место на Олимпиаде. Как можно даже представить эти совместные соревнования под олимпийским флагом, выражающим идею объединения всех мирных государств на соревнованиях, когда продолжается гибель украинских спортсменов, защищающих Украину, и происходит уничтожение спортивной инфраструктуры ракетами агрессора. Наверняка с этими действиями ну не выйдет праздник спорта. Александр Абраменко – чемпион олимпийских игр в Пекине. В контексте решения МОК военнослужащие в ВСУ демонстрируют кадры того, во что российская армия превращает украинскую спортивную инфраструктуру. Один из таких объектов – руины арены спортклуба «Металлург» в Бахмуте. «Приход был сюда. Спорт, который объединяет. В нём не могут принимать участие спортсмены стран, которые агрессивно уничтожают соседей, уничтожают целые культуры, уничтожают в данном случае Украину, выжигая здесь каждый метр, занимаются убийством наших жителей, издевательствами и развалом нашей страны и пытаются уничтожить нас как нацию». По словам министра Вадима Гудсайта, Украина не пойдёт на компромисс. Спортсмены стран-агрессоров не должны быть допущены к соревнованиям. Если МОК всё же допустит российских и белорусских спортсменов на игры, Украина будет их бойкотировать. За это решение проголосовали 109 из 112 членов Национального олимпийского комитета. Трое воздержались. «По моему личному мнению, это только моё личное мнение, нужно будет бойкотировать Олимпийские игры, но этот вопрос будет решаться только коллегиальным сбором, неочередным, нашей Олимпийской ассамблеей». Более 40 стран-участниц Олимпийских игр могут не поддержать участие в Олимпиаде российских и белорусских спортсменов. По словам в комментарии Рейтер, министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, большинство стран готовы объединиться в протесте против решения Международного олимпийского комитета. Окончательное решение планируют принять 10 февраля. «Я убеждён, что эта встреча 10 февраля закончится аналогичной позицией, которую однозначно разделят около 40, точно более 30 министров стран, министров спорта, европейских стран, но и Великобритании, США, Австралии, Японии, Канады, Южной Кореи, говоря прямо о нашем мире, нашей цивилизации, однозначно отмежуются от идей Международного олимпийского комитета, направленных на возвращение представителей России и Беларуси на Олимпийские игры в Париже». Министры спорта Латвии, Литвы, Эстонии и Польши в совместном заявлении подчеркнули, любые попытки Международного олимпийского комитета вернуть возможность российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде даже под нейтральным флагом сейчас должны быть отвергнуты. «Я думаю, что это совершенно очевидно, что они агрессоры. В Украине идёт война, и украинские спортсмены, мужчины и женщины, они гибнут в настоящее время. И в то же время мы обсуждаем, что спортсмены, женщины, мужчины и стран-агрессоров России и Беларуси могут участвовать в соревнованиях. И я не знаю, представляете ли вы, что мы можем соревноваться с украинскими спортсменами во время войны». 2 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что пока окончательного решения о том, будут ли участвовать спортсмены из Беларуси и России в Олимпиаде 2024 года в Париже, не принято. Продолжение следует...